— Здравствуйте, товарищи! На «Авроре» ответы на вопросы от Михаила Хазина. Здравствуйте, Михаил Леонидович! — Здравствуйте! — Зачитываю вопрос сегодня я, Алексей Новицкий. — Михаил Леонидович, основные вопросы про Давос. Скажите, пожалуйста, вы речь Путина смотрели или слушали? — Про Пекин и про Лаос говорили в чтениях, но особо встал вопрос об отце Евгении. А я и смотрел, и слушал. — А видели, как, собственно, предварял речь Путина Г. Шваб? — Ну, я видел, конечно. А что? — А там, смотрите, какой интересный момент. Он не мог найти применение своей левой руки. Обычно это означает... — Кто не мог найти? — Шваб. Обычно это означает ощущение неуверенности. При этом, когда он клал руку, ну, типа, находил ей фиксированное положение, у него начинался дергаться левый большой палец. А это означает признак очень сильного неврологического расстройства, требующего медицинского вмешательства. Я допускаю, что этот вопрос возрастной, но, тем не менее, это все равно означает, что господин Шваб чего-то нервничал. А почему? Ну, смотрите, Шваб же де-факто действовал вопреки своей команде. Его команда четко, совершенно ведет линию на то, что Путин — это отравитель, преступник, убийца, что там еще, ну, в общем, диктатор и так далее и тому подобное. Таких людей не принято никуда приглашать. А тут, соответственно, Путина приглашают на очень уважаемые мероприятия, собственно, в либеральный бизнес среди самых уважаемых мероприятий, на котором он должен, именно в бизнес, да, есть там Бильдербергский клуб и какие-то другие закрытые мероприятия, но они все носят ярко выраженный политический характер, то есть, так сказать, проектный. А здесь речь обсуждается о реальности. И, соответственно, он идет против своих, поэтому он должен, я уже объяснял много раз, но, может быть, имеет смысл повторить, почему его позвали. Дело в том, что концепция распада мира на валютные зоны, которая впервые была нами описана в 2003 году, в книге «Закат империи доллара и конец пакса американам», эта концепция была, ну, фактически подтверждена МВФ в конце прошлого года. Поскольку, ну, как известно, да, покупать надо на слухах, а продавать на новостях, то по этой причине, в общем, уже понятно, что это уже новость, тем самым тема уже закрыта, все, то есть, решение уже принято. С точки зрения МВФ решение уже принято, все. Будут валютные зоны. И поскольку без России никуда, если остается Путин. Еще, конечно, есть шансы, да, поставить на место Путина Навального, Кудрина или еще кого-то, но, в общем, они уже понимают, что шансов на это мало. То есть, не то чтобы, ну, совсем нет, но мало. Ну, как нам показывают результаты массовых выступлений последних, последней недели, под Навального люди не пошли. Но пошли. Это отдельная тема, которая к этого соотношения не имеет. По этой причине не выслушать Путина было невозможно. Таким образом, у Шваба, Шваба нужно было пройти по лезвию бритвы. С одной стороны, продемонстрировать своим, что он как бы ни в коем случае своим поведением не отрицает их логику. То есть, Шваб не мог сказать, ну, Владимир Ильич, мы-то с тобой понимаем, что все это, все это пропаганды и херня, да, все эти легенды об отравлении. Поэтому вот это вот у нас, в нашем уважаемом обществе. Это с одной стороны. А с другой стороны, он должен был, как бы он не мог в лицо Путину об этом сказать, что, типа, вы там коварный отравитель, и если бы не требования участников, я бы ни за что бы вас не позволил. И по этой причине ему нужно было, вот как это, пройти между Сцилу и Харибдой, ну, и так далее. Я думаю, это вполне себе повод для того, чтобы нервничать. Это первое. Второе. Он наверняка не знал, что будет Путин говорить. И каким словом, словосочетанием он предварил выступление. Вы обратили внимание? Мир ждет вашего выступления. Да, совершенно верно. Но это, как бы, ровно... Вот смотрите, да? Есть ли валютные зоны, то Путин один из лидеров. И, в общем, все это уже, как бы, те, кто знает, те знают. Но он это говорит публично для всех. И по этой причине ему нужно было вот выкрутиться. Он же не мог сказать, мы тут у себя приняли решение, и в соответствии с этим решением Путин один из демиурков. Потому что, если бы он это сказал, то все остальные бы сказали, ах, так вы без нас. Так вы все врете. У нас никакой демократии нет. Ну, и дальше началось бы. Поэтому, как бы, он, как бы, а уж как он решил эту проблему? Ну, как решил. Итак, значит, вот здесь два человека задали схожий вопрос. Михаил Леонидович, логично предположить, что после такой весомой речи в Даосе Путин должен продемонстрировать Западу тот самый спасительный путь. То есть, он должен перейти к действиям внутри страны. И многие считают, что Владимир Владимирович Путин тот же самый либерал, потому что он ничего не сделает с либералами внутри страны. А тогда зачем, я прошу прощения, если он либерал, почему он тогда не шваба повторяет, а несет вещи, которые ничего кроме истерики не вызывают? Это, во-первых, у либералов, у настоящих. А во-вторых, они как бы прямо противоречат либеральным догматам. Ну, представьте себе картиночку, да, собралось... А, ну, кстати, у нас есть пример, да, собрался какой-нибудь такой клуб, условно говоря, там, члены политбюро ЦК КПСС. И вдруг встает какой-нибудь человек и начинает говорить, вы все придурки, идиоты, вы ничего не понимаете, вы все засрали, ну и дальше там все, что можно, проиграли. Ну, так нельзя. Если ты такой умный, тогда зачем ты тут? Иди где-нибудь откуда оттуда, ну и там, в лучшем случае, поднимай народ на митинги. Я напомню, что после значительно менее агрессивного выступления Ельцина, его выгнали из политбюро, выгнали из ЦК КПСС, выгнали из первых секретарей московского корпуса. Из ЦК не выгнали. Из ЦК не выгнали. Он оставался, ну хорошо, из ЦК не выгнали, не успели. Вот. И сказали, и он как раз пошел в народ. Да? Замминистра строительства, по-моему, если что-то... Первый замминистра Минстроя или Госстроя. Но там уже не министр. В ранге министра. Ну вот. Так. Михаил Ильинич, расскажите, как в связи со словами Путина произойдет деглобализация мирового IT по панрегиональным IT? Что изменится для айтишников российских? Да богу ради, ситуация абсолютно банальная. Ну вот для примера. Первое. Будет сказано, что платформы должны иметь российский офис, который должен принимать жалобы от российских участников, если она хочет работать на территории России. То есть должен быть офис Фейсбук, офис Гугла, офис... Ну, у Ютуба нету своего офиса, это сейчас часть Гугла. У Гугла офис есть на улице Балчук. А дальше, соответственно, вот говорят, вы нарушили вот это вот правило, вам дается два дня исправить. И дальше они начинают исправлять или начинают вопить. Тут потому что проблема, да? Либо они начинают адаптировать свою платформу к российским условиям, вы же сами понимаете, что требования будут все более и более жесткие. Вот. И дальше начинаются проблемы, потому что, соответственно, начнутся противоречия между Гуглом американским и Гуглом российским. Ну, и дальше начинаются разные... Ну, например, да, вот эта знаменитая история, там, Ютуб заблокировал российский гимн, потому что авторские права на него были зарегистрированы какой-то американской компанией. Вот. Ну, и получил по мозгам. Но тут хоть, по крайней мере, понятно, гимн, он и есть гимн. Но таких историй можно привести массу. Вот. И дальше начинаются проблемы. Я уже не говорю про то, что есть разные сложности, потому что что-то может быть зарегистрировано в России по авторским правам, а что-то в Соединенных Штатах Америки. То есть, я думаю, что сначала их будут очень сильно плющить и таращить, а самое главное, будут предъявлять иски. Типа, давайте денег. В какой-то момент они откажутся, и тогда их просто закроют. И дальше немедленно появится российский Ютуб. И, соответственно, российский Гугл уже есть. Это Яндекс. Аналогичная история будет с Фейсбуком. Ну, ВКонтакте для молодежи, это для нашей, кстати, вроде даже и лучше. Ну, и так далее и тому подобное. Причем, как бы, они говорят, а вот мы тут сделаем, соответственно, вот эти спутники низколетящие, которые будут транслировать интернет. Тут я даже не берусь сказать, какие варианты. Вариант первый. Официальный запрет на пользование этим интернетом. Скрыть это нельзя, потому что у вас есть Wi-Fi, у вас есть провайдеры, и провайдер немедленно обнаруживает, ага, этот смартфон или этот телевизор или этот ноутбук пользовался интернетом. И провайдер его по номеру, по персональному блокирует. Вот вы заходите в ваш ноутбук, а там, как бы, появляется надпись, вам вход в интернет запрещен. Потому что вы нарушили такое-то условие туда-сюда. Вы обязаны прийти туда, покаяться, заплатить штраф, и вам разблокируют. Вы теоретически можете завести свой ноутбук. Но тут тоже совершенно банально. Как только, соответственно, вы проходите таможню, вас останавливают. И, пожалуйста, у вас вот тут вот телефон, он у нас не зарегистрирован. Будьте любезны, зарегистрируйте, пожалуйста. Вот для этого надо приложить его вот к этому вот устройству. Он вас зарегистрирует. И учтите, вот пользоваться вот этим, вот этим, вот этим, вот этим нельзя. Кстати, в Китае, я не знаю, знаете вы это или нет, фейсбук запрещен. Запрещен. Но если я со своего телефона по ДжПРС вхожу в интернет, у меня фейсбук есть. Потому что у меня айпи-адрес не китайский. Да. То есть, что-то можно, что-то нельзя. Но, как говорит один мой товарищ, который в Китай постоянно летает, говорит, слушай, Лёха, я прилетел в Китай, у меня ещё один день в фейсбуке, я с тобой могу переписываться. Завтра у меня уже фейсбука не будет. Нет, нет, у меня я там жил, по-моему, неделю, никаких не было проблем. Ну, может быть, улучшается же ситуация? А, нет, неделя это была на Хайнане, там у них разрешён фейсбук. А значит, в континентальном Китае три дня. Ну, короче говоря, вот, придумается. А что касается спутников низколетящих, есть и другой вариант. Мы начнём их сбивать лазерным оружием над нашей территорией. Почему? Потому что мы не сразу будем сбивать, мы обращаемся и говорят, ребята, когда вы находитесь над нашей территорией, географически, вы не должны раздавать интернет. Вот автоматически, да, стоит там сообщение, вы оказываете на нашей территории, он интернет не раздаёт. Точка, всё. Если вы этого не сделаете, мы их будем сбивать. Могу вас уверить, они перестанут над нашей страной раздавать интернет. На Путина все кладут болт. Он и в Мюнхене сказал, и майские указы сказал в 12-м, и сейчас до 8-я сказал, и чё? На него все забили, а когда народ возмутился, дали приказ паковать всех и штрафы дать? Значит, ну, ваше прощение, в части паковать и штрафы, знаете, есть такой анекдот. А, значит, идёт некий человек. Вот старый анекдот из длинной серии. Значит, в конце 80-х была такая мода анекдоты с сериями. И вот, значит, идёт некий человек по скверику. И вот он видит, что как бы ему все чаще и чаще начинают встречаться такие вот, во-первых, одни мужчины, а во-вторых, у них какой-то странный. Ну, для СССР 80-х годов странный. И при этом, соответственно, к нему начинают подходить, пытаться его там схватить за ручку или даже как бы пощупать за задницу. И он так понимает, что-то. И вдруг не ожидает милиционера. Он подвигает, мне говорит, товарищ милиционер, посмотрите, что же такое, безобразие какое. А милиционер говорит, а ты не ходи в наш садик противный. Вот не надо туда ходить. Это плохое. Вы знаете, вот я видел замечательное зрелище. У меня есть же собачка и кошечка, ну, точнее сказать, кот. И мы как бы их регулярно вывозим в ветеринарную клинику. И вот, соответственно, мы там увидели замечательную картинку, как, значит, такой джип, такой брутальный, да, там такой брутальный дядька, вот, который пытается с заднего сиденья джипа вытащить не менее брутального волкодава. То есть, ну, он какой-то совершенно колоссальный, килограмм 80, наверное, а может и больше. И вот дядька его и так, он пытается его вытащить за морду, потом, соответственно, он пытается его схватить за лапы. Значит, если его тянуть за переднюю лапу, он упирается задними. И голову ещё так вот за крышу. Ну, короче говоря, потом, значит, он попытался залезть в машину и его вытолкнуть. Безнадёжно абсолютно. Вот. Он даже меня попытался призвать. Не поможете ли вы мне? На что я сказал, что он вас не кусает, а меня-то может и укусить. Сказал, ну да, действительно, не стоит. Потому что все собаки точно знают, что ветеринарная клиника – это плохое место. Это вселенское зло. Плохое место. И смотреть на них, когда, соответственно, наш кот, когда он ещё был совсем маленький, он ещё не понимал, что это такое. И вот, значит, картинка. Мы его приносим, вынимаем из корзинки, и вот сидят все эти собачки, маленькие, большие, волкодавы, коты и прочие, и даже, по-моему, там был кролик. И вот они все сидят, такие понурые, и выходят. Наш кот, и он, значит, идёт между ними, смотрит, и ничего не понимает, что же это такое. Такой довольный, и даже пытается с некоторыми поиграть. И все эти зверюги, они так бордо отворачиваются, и говорят, идиот малолетний, жизни не знаешь, это плохое место. Тут не играют. Вот это вот, так и тут. Да, вот это плохое место. Несанкционированный митинг. Не надо туда ходить. А если уж ты пришёл, ну, тогда, ну, что делать? Ну, так о вас и ляви, да. Вот ты решил поиграться в эту игру. В неё, значит, палки и прочие разные штрафы входят в правила игры. Ну, никуда не денешься. Некоторые предложения выступления Путина говорили о том, что он понимает проблемы, ну, или, по крайней мере, спичрайтер понимает. Не-не-не-не, я вам открою страшную тайну. Если бы спичрайтер знали бы речь Путина, её бы знал Шваб. Поскольку либералов у нас очень много разных, в том числе и криптолибералов, которые бы этого дела утекли. Эту речь писал лично Путин. Не исключено, что он взял какие-то кусочки из разных мест, но компоновал он их сам. То есть, интеллектуально он на это способен. Да, тут даже вопросов нет. Ну, и потом, вы поймите, любой человек, который его там знает, он видит довольно характерные обороты. То есть, видно, что это он писал для себя. Потому, что это он писал. Вот. Ну, и потом, я себе с трудом представляю, чтобы кто-нибудь мог так, давайте уж как это, сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит, а так чётко выдержать стилистику воспоминаний о будущем. Понимаете? Ну, я так знаю, что логику распада мира на валютные зоны Путину известно уже давно. И я совершенно вдалёк от мысли, что он, значит, прочитал воспоминания о будущем и из неё, значит, вырезал кусочки. Проблема в том, что не существует сегодня в официальной экономической риторике, мейнстримовской, языка, описывающего кризис либеральной модели и, соответственно, распады мира на валютные зоны. Ну, распада единой долларовой системы, Бреттон-Вудской, на валютные зоны. Не существует этого языка в мейнстримовском формате. А мы этот язык отрабатываем уже почти 20 лет. Ну, собственно, мы его начали отрабатывать с лета 2000-го, так, что уже больше. В книге он впервые описан в 2003-м году. Закат империи доллара и конец факс-американ. И по этой причине столь чётко выдержит стилистику может только человек, который этим языком уже владеет. Давно думает на эту тему. Да. И по этой причине спичрайтеры так бы написать не смогли. Вот обращу внимание, недословно, что мир не может быть построен на модели, работающие на золотой миллиард. И на экономика, где люди, должна быть там, где люди не средства, а цель. Ну, вот скажите, пожалуйста. Опять же, да. Термин золотой миллиард, безусловно, не мейстримовский. Он не наш, в смысле, не мы его придумали. Но сама по себе вот эта ситуация, апелляция к этому термину, это уже плевок в лицо. Либеральной команде, лично господину Швабу. Надо отдавать себе это начёт. Ну, вот смотрите, люди спрашивают здесь, да, что ожидает, спрашивают, как вероятно, что мы упадём по уровню потребления на начало 20 века. Когда можно ожидать? И все вам пеняют на так называемый левый поворот. Даже я прочитал такую фразу, что три поворота направо, любая женщина знает, что это левый поворот. Я привяжу вам пример. Если вы едете по Первой Тверской, Ямской в сторону центра, то для того, чтобы повернуть налево на Садовое кольцо, нужно три раза повернуть. Да, да, да. Я это понимаю, да. И люди это понимают. Но скажите, пожалуйста, есть ли модель у Путина? Ну, он вам сказал прямым текстом, что она у него есть. А какая? А вот это он не сказал. Но если он сказал… Понимаете, в чём дело? На самом деле стилистика этого разговора была очень смешная. Я не знаю, обратили ли вы внимание. Это была модель… Ну, мне рассказывали, как вице-президент Соединённых Штатов Америки при Буше Джуниоре Дик Чене разговаривал с американскими предпринимателями, когда он был с визитом в Москве. Они говорили, что это было феерическое совершенно зрелище, потому что к ним пришёл итальянский мафиози. Значит, он был в чёрной шёлковой рубашке, расстёгнутой до пупа, с вот такой вот золотой цепью, сел вот так вот. Я сказал, ну что, пацаны? Ну, я вам говорю, мы тут с Вованом договорились, правила игры будут вот такие в ближайшие годы, поэтому делать будем то-то, то-то и то-то. И будет у нас счастье. Точка. Всё. А Владимиру Владимировичу не было чёрной шёлковой рубашки, он никогда её не расстёгивает до пупа, а он никогда не носит толстую золотую цепь. Я сейчас открою страшную тайну. Может быть, я же не знаю, да? Но у меня глубокое убеждение, что, значит, к Собчаку и он направились старшие товарищи. А в каком формате, я не знаю. То есть, может быть, он сначала пришёл, а потом… Но то, что он там придуривался, это однозначно. Да, вот есть его знаменитые фотографии, там, в красном пиджаке на два размера больше, двубортном, там, ещё чего-то. Вот это он придуривается. Просто чётко совершил. Он строил из себя нечто, чем он не являлся. Но я, собственно, ещё тогда, когда его выбрали, я сказал, что он был человеком, который был разводящим между преступными кланами в криминальной столице России в 90-х. И по этой причине его и выбрал Ельцин разводить семибанкирщи. И по этой причине он понимает, как разговаривать с такого рода людьми. И он с ними разговаривал именно в такой стиле, сказал, так, пацаны, сейчас я вам скажу, как всё на самом деле. Вот вы думаете, да, вот вы тут с господином Швабом разговариваете на вашем швабском языке, либеральном. Так вот это всё, ну я не буду использовать ненормативную лексику, это всё чушь. Это всё фейк. В реальной стиле картина такая, 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 такая. И я один из тех, кто будет разруливать эту ситуацию, и вы это знаете, иначе бы вы меня бы не позвали сюда. Я вам объясняю, как оно на самом деле. И вам это не объяснит ни Си, который точно будет тоже разруливать, потому что просто вы его не поймёте. Ну, китайском сложно понимать. Да, ну это всё, это понятно. А кто будет от вас, я вообще не знаю, потому что раньше мы думали, что будет Трамп, а теперь, ну уж не Байден же. По этой причине вот есть только один человек, который вам может сегодня сказать правду, точно как бы облачённый соответствующими полномочиями. Это я. И вот слушайте меня, что я вам говорю. Вот я как бы, ну грубо говоря, да, вот здесь такая сходка воров, авторитетных, но невзаконных. А вот они тут собрались, да, водовую. Ну, собственно, так и есть, да, с точки зрения общечеловеческих ценностей, они все люди спорных моральных качеств. И вот к ним приходит человек, так сказать, законник. Он уже давно на пенсии, да, он уже ни во что не играет, но он пришёл им объяснить правила новые. Говорит, вот будут новые правила. И есть у меня подозрение, что Путин целенаправленно эту стилистику немножко выстраивал. Почему? Потому что эти люди, ну, они же себя считают, ну, как бы сливками, да, соль земли. Они никого не боятся. Им надо показать, что, по крайней мере, в ближайшие годы будут люди, которые будут устанавливать новые правила, невзирая на них. А это можно сделать, только продемонстрировав силу. Но бессмысленно. Президенту США можно демонстрировать атомные подводные лодки, там, стратегические ракетоносцы, лазерное оружие и так далее. Бизнесмену бессмысленно, он в других терминах живёт. А вот объяснять ему, соответственно, в терминах антиэлиты, ну, типа, парень, ну, ты же, ну, собственно, вспомните замечательный разговор сначала Тома Хейгена с этим самым, я забыл, как его звали, киномагнатом в крёстном отце, когда тот ему говорил, а ты кто такой, да? Ну, да, ха, я понял, ты от Дона Корлеона, ну, вот у нас тут свои правила, нам тут Дона Корлеона роли не играют. А потом отчёт Тома Хейгена, собственно, Дону Корлеона. Вот это разница, да? Этот самый киномагнат считал, что раз у него дружба с Белым домом, то он на коне, а, соответственно, ему продемонстрировали, что антиэлита может много чего решить. Путин, и это как раз принципиально важная вещь, вся эта история с отравлениями и прочими, с точки зрения вот этих вот сильных мира сего, это выдавливание Путина в антиэлиту, с точки зрения, вот есть мы, респектабельные бизнесмены, да, у нас может быть, как бы, у нас крови на руках выше крыши, да, мы по сравнению с Путиным абсолютно аморальные люди, вот что Путин-то человек на самом деле моральный, да, это просто видно чётко. И насчёт того, что у него руки в крови, это тоже сильно у меня есть сомнения. Не уверен я, что он даже Ходорковского, в общем, невзленно отпустил, Ходорковского отпустил, он такой гуманист, то есть у него с моральным принципом всё хорошо, но мы-то понимаем, что он человек верующий, да, поэтому, а эти это точно не верующие, да, ну, как бы, представить себе, что какой-нибудь Билл Гейтс верующий, нет, он сатанист, да, это, вот в это я поверить могу. Так вот, и в этой ситуации его выдавливали в это вот антиэлитное поле, и он им себя и продемонстрировал, как антиэлитную, он действовал в этой стилистике, он сказал, ребята, вот у нас своя теперь элита в нашей зоне. А вы антиэлита для нас. А вы для нас антиэлита. И дальше он сказал, он же всё время сказал, ребята, кто хочет, вот у вас нет выхода, и вас ждёт вот это, вот это, вот это и вот это, а мы знаем как, и поэтому кто хочет, может идти к нам. Но времени мало, а кто не успел, тот опоздал. Да, это не было сказано прямым текстом, но как бы этот подтекст этот был настолько очевиден. И дальше ещё одна замечательная история. Это вопрос Шваба по поводу Европы. На что Путин сказал Европа, ну, например, мы Европа, да, Белоруссия Европа, Украина Европа, что вы тут из себя строите-то? Украина же ца Европа. Безусловно, ца Европа, да. Да, Европа, конечно, начинается на Урале. А, так вот, самое интересное тут вот что. Это действительно реально очень интересно. Дело в том, что предположим, да, что мир делится на валютные зоны. Тогда для Запада либерального ужас, 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 тотальный, который висит таким вот как бы, как это, с домокловой мечой. А это стратегический союз России и Китая. Да, Россия в результате кризиса, скорее всего, поднимется, Китай точно упадёт, как и Соединённые Штаты Америки, и Западная Европа. Но их объединение – это самая страшная вещь. Теперь вопрос. Как можно остановить? Ну, как можно? У Запада всегда один подход. Надо купить. Вопрос. Что можно дать России для того, чтобы она удовлетворилась? Европу. Золотые слова. И вопрос Шваба. Можно интерпретировать так. Владимир Владимирович, а какую часть Европы вы готовы взять? На что Владимир Владимирович не моргнул с глазом скатя сейчас? Всю. Ну, чтобы не разбегать. Ну, что уж там, да. Единая христианская цивилизация. То есть, он фактически мало… Единая неделимая Европа. Да, мало того, что мы возьмём, мы ещё при этом всю вашу либерастическую шушеру выкинем. Он же вот это сказал. И это, конечно, вызвало… Дальше мы не знаем, что было, но опять-таки, я ещё раз говорю, я описываю контекст, который многие не понимают, потому что с точки зрения западного зрителя, который историю России последних лет знает исключительно по сделанным, значит, американскими кинокомпаниями фильмов, который озвучивает, значит, довольно хреновый диктор во фамилии Навальный, он, соответственно, несколько балдеет. Потому что, во-первых, у него когнитивный диссонанс, как Путин мог оказаться в Давосе. Ну, на Давосе, на Давосском форуме. Во-вторых, соответственно, почему он себя так нагло ведёт? И люди же, они могут не понимать, но они эту стилистику чувствуют. Да, что это пришёл человек, который имеет право давать указания. С точки зрения людей, которые, вот, собственно, его слушали на Давосе, это понятно. Ещё раз повторю. Он на сегодня единственный человек, который будет легитимно участвовать в выработке новых посткризисных правил. То есть, будет участвовать ещё Си, но Си перевести на язык белого человека невозможно. Ну, то есть, возможно, но они этого не умеют. Тут нужен Андрей Девятов, который у нас тут регулярно выступает. А они не могут. А, соответственно, что касается человека от них, они понятно кто. Ну, вот, собственно, и картинка. И по этой причине обращаю ваше внимание. Нету выступления Путина в публичной сфере. Ни одно СМИ, в том числе и российские СМИ, в том числе и либеральные. Кто у нас сказал про выступление Путина? У нас сказал Миша Леонтьев. Воднако, три минуты. Есть моё выступление, десятиминутное. Есть пару-тройку в каких-то блогах. Всё. Дальше полное. Нет. Но есть формальные изложения в новостях, в хронике. Но там абсолютно непонятно. Да, Владимир Владимирович выступил там, выступил здесь, открыл развязку, выступил на Давосе. Ответил про дворец. Да, ответил про дворец. Ну, про дворец это вообще смешно. Я же рассказывал, мне разного рода люди, близкие к чекистским кругам, они объясняли, что этот дворец изначально строился как казино. Вот. И именно этим вызвана его такая олеповатость. Очень смешная. Путин выступал, выступал, а либеральная банда даже не в застенках. Так и продолжит Силуминов триллионы прятать, а людоедка... Силуанов. Пишут Силуминов. Ну, пускай будет Силуминов. Да. А я вынужден дословно цвете. Ну, хорошо. А триллионы прятать, а людоедка Керри трейдом баловаться. А людоедка Элли, да. Ну, да, людоедка Элли, да. Ну, да, но она почти наверняка баловается, как это, косвенные доказательства имеют место быть. А, соответственно, ну, да, но опять-таки вся проблема в том, что вы поймите, что как бы, ну, вот я написал вчера текст. Не исправили потом. Я его потом исправил по очень простой причине, потому что мне стали задавать вопросы, и я понял, что одну из тем я не раскрыл, а именно отношению Англии с Гитлером в 30-е годы, что в Майндкамп Англия это главный враг Гитлера, ну, значит, Парижская конференция 20-го года, репарации и т.д. и т.п. А дальше неожиданно в конце 30-х как-то все меняется. И я объяснил, что это связано с тем, что в 1936 году та команда, которая была у власти в Лондоне, которая, собственно, и разрушала континентальную империю, потеряла власть. К власти пришла вот эта вот банкирская команда либералов с фронтменом Черчиллем, и они, к слову сказать, к 40-му году сдали Британскую империю и ее фактически ликвидировали. То есть они уничтожили Британскую империю буквально за 3-4 года. Надо отдать им должное. Да, они это сделали хорошо. Крайне эффективно. Они сработали. Вот, и по этой причине отношения изменилось. Да, но при этом те люди, которые в 20-м году ликвидировали Германию, они уже всерьез обсуждали. Я читал художественные книги, которые были написаны в Англии в 20-е годы, где объяснялось, что там довольно много в среде британских аристократов объяснялось, что с Германией переборщили. И Риббентроп, я напомню, прежде чем стать министром иностранных дел Германии, был послом в Лондоне и имел очень тесное отношение с большим количеством аристократии британской, которая видела, что банкиры наступают. И история 36-го года, я вчера, случайно, позавчера, в субботу, я наткнулся, а просто листая, что-нибудь посмотреть по телевизору вечером, наткнулся на фильм «Король говорит». И это про Георга VI, отца нынешней бабы Лизы, как он стал королем, когда в 1936 году его брата заставили отречься от престола. И Сашка, жена моя, она говорит, очень странная история. Ну, я ей там в двух словах объяснил суть. Собственно, это стало причиной, по которой я написал текст. Я, условно говоря, для неё написал. Вот, и, соответственно, в этом тексте я подробно объясняю, что сегодня есть два глобальных проекта, которые находятся в активе. Ну, точнее сказать, цивилизационный проект китайский и, по нашему мнению, иудейский проект, который захватил власть в Лондоне опять. Собственно, Brexit – это был символом этого обратного захвата власти. Англию выдернули из-под западного глобального проекта, который в Евросоюзе управил. А в Евросоюзе пытается аналогичную операцию провести старая аристократия под руководством Ватикана. Вот. У этой старой аристократии имеются у нас свои, своя группа поддержки, которая там царебожники, царевич Гоша, ну и всё остальное. Но их очень мало. Вот это они доску Маннергеев вешали. Но это очень слабая группа с точки зрения общественной поддержки в России. Там у них вряд ли даже есть 3%. А в Западной Европе они вполне себе сильны. И с ними нам сегодня, безусловно, надо дружить, поскольку они борются с нашими общими врагами. Я, собственно, объяснял, что вот эта знаменитая история – инклюзивный капитализм Папа Римский с Ротшильдами и Рокфеллерами. Я страшно смеялся, потому что в нашей, так сказать, мейнстримовской либеральной прессе упоминания Ротшильдов и Рокфеллеров автоматически относят текст к конспирологии. А это официальные информационные сообщения. Папа Римский с фондом Рокфеллеров и с банком Ротшильдов. 27 стражей, нумерологический показатель 9, обратите внимание. Это я не понимаю. Мы люди простые, мы этого не понимаем. Но 27 стражей инклюзивного капитализма – это 27 участников этого сходняка. И 27 – это в нумерологии число очень достойное. То есть, которое… Публика в экстазе ломает стулья. Значит, я могу сказать, что в моей жизни есть два числа, которые идут непрерывно по моей жизни. Это цифра 5. Я родился 5 мая, 5… Ну и очень, короче говоря. И вторая цифра – это цифра 17, которая тоже непрерывная. Но вот у меня как бы дача была, в которой я в детстве провел улицу Чкалова, дом 17. А теперь у меня дача по адресу 17-й северный проезд, дом 17. Вот, поэтому я как бы… Про эти ваши 27 меньше. Это к девятому, это к девятому. Хорошо, это к девятому. Вот, значит, так вот, я же не конспиролог и не, как это, экзотерик. Нужно, кстати, отметить, что вообще говоря, эзотерика – это… Эзотерику придумывают любые люди, которые пытаются описать мир, ну или те вещи, которые их волнуют, в рамках необщепринятой системности. Ну вот я обращаю ваше внимание. У меня же тоже, с точки зрения мейнстримовских экономистов, эзотерический язык. Я употребляю термины структурный кризис, глобальный проект, воспроизводственный контур, которых нету в мейнстримовской науке. Значит, я кто? Эзотерик. Да? Придумал какие-то абстрактные термины и в них, значит, несу какую-то упругу. Я, правда, их объяснил, но им это не важно. Они не хотят мои книжки читать и мои объяснения слушать. Поэтому бог с ними. Так вот, возвращаюсь. Значит, по этой причине сегодня главный враг, чуть не сказал прогрессивного человечества, и иудейского глобального проекта, и вот этого вот проекта, на самом деле вот этот вот черный интернационал под руководством Ватикана и Трамп, это осколки бывшего капиталистического глобального проекта, который, собственно, по чисто технологическим причинам стал в конце 19-го, начало 20-го века проигрывать финансистам. Это еще Ленин писал, да, про, что империализм это высшая стадия капитализма. Вообще в первом названии было империализм как новая стадия капитализма. Ну, совершенно верно. Она была в конце 19-го века, она была новая, а сейчас, ну вот. То есть в этом смысле и, соответственно, все остальные тоже. То есть вот это вот объединение, значит, Ротшильды это финансовая инфраструктура иудейского глобального проекта, а, соответственно, Рокфеллеры это часть вот этого вот промышленного бывшего, ну, то есть нефтянка там была в базе, а то есть как раз те люди, которые двигали Трампа, вот тут, правда, есть свои тонкости, потому что, например, Рокфеллеры главные акционеры такого IT-гиганта, как компания Apple, и в нашей книге воспоминания «Лестница в небо» история Стива Джобса, который решил поругаться с Рокфеллерами после IPO и чего это ему стоило, очень подробно описано. Так вот, но фокус состоит в том, что управление сегодняшними эти гигантами осуществляется через фонды, там, Vanguard, BlackRock и так далее, и в этих фондах у Рокфеллеров может быть и не большинство. То есть там очень все сложно устроено, как это, я сейчас не буду про это рассказывать, потому что очевидного ответа у меня нет, как именно вот эта банкирская команда контролирует все эти IT-гиганты, но контролирует, что мы видим на примере вот истории с Трампом. Так вот, вот эти вот альтернативные группы, они объединились, объединились, почему? Потому что это вот главная была проблема Трампа. Мы понимаем, что у Байдена нету позитивной программы и у либералов, собственно, с 2008 года позитивной программы у них нет и это их главная слабость, они там загнивают. Но и Трамп, придя к власти в 16-м году, не предложил конструктивные программы, и по этой причине он и проиграл. А если бы он предложил такую программу, он бы выиграл. И не зря Путин объясняет, что у нас-то программа есть, а у них нету. И более того, вот меня тут спрашивали, Михаил Ильич, ну что ты не себя строишь? Если бы, ну предложили бы тебе зарплату 2 миллиона баксов, какая была у Гуриева в российской экономической школе, и место профессора в Гарварде, неужто бы ты бы не пошел. Представляешь, жить в Бостоне зарплатой 2 миллиона долларов в год, ну это же счастье. Я говорил, ребят, поймите, бессмысленно, потому что если я поеду в Гарвард, я буду разговаривать на американском языке с людьми, которые выучены в рамках либеральной модели. Я там ничего не смогу сделать, ну или смогу работать там на 5% своего потенциала. У нас есть школы альтернативные, а там школ нет. И по этой причине мы можем генерить вот это новое, а они не могут. И это очень хорошо видно. Я вот в последнем обзоре макроэкономическом, который вышел позавчера, четко видно, вышли данные о декабрьско-январь декабрьские, спад ускорился в мировой экономике. А там же ускорение есть, все быстрее и быстрее будет. То есть сковородка под ними, под всеми. Поэтому папа сказал, выделяю деньги. Значит, я могу сказать, что папа, это не первая его попытка. Года 4 тому назад он выделил 100 миллионов долларов на фонд для молодых ученых, которые должны предъявить новую программу экономического развития. А ничего, да, то есть вот то, что деньги выделены, я видел документы, официальные документы, опять-таки, это не какие-то там рассказы конспер-лассы. Я даже, по-моему, аппликовал где-то. Вот, а соответственно, я имею в виду копию. А соответственно, а дальше все. А дальше ничего нету. То есть ничего не придумали. Я могу вам сразу сказать, они не могли придумать, потому что люди, выученные в рамках либеральной парадигмы, не в состоянии придумать нелиберальную модель. Сейчас вторая попытка, она тоже завершится тем же самым. Ну, разве что они нам здесь, в России, предложат эти 100 миллионов, чтобы мы чего-то придумали. Я другого варианта для них не вижу. Вы сами понимаете, это невозможно. Потому что у них есть своя иерархия, и эта иерархия не допустит, чтобы туда были включены чужие. Это запрещено. Вот здесь есть блок вопросов, который связан с тем, вот что предложили в РАН, повышение минимума, усиление регионов, либералы разве позволят, когда же, наконец, начнется тот славный день, когда Путин начнет мочить либералов, но что-то в обществе изменилось, коли эти темы поднимают. Значит, ну, все сводится к тому, когда же придет настоящий день, помните? Да коли! Да, да, да. Не знаю. И я не могу ничего сказать по этому поводу. Поймите, решение об этом принимается Путином не в рамках экономической целесообразности, а в рамках политической целесообразности. И при этом уровень его знаний настолько выше моих. Ну, я не приглашен на Давос и не могу поэтому, я ни с кем не разговаривал, да. Но вот 9-10 числа будет большая конференция международная в онлайн-режиме, которую будет проводить Финек Питерский, со стороны американцев и вообще Запада выступает Марк Узан, ну, собственно, координатором, который, собственно, делал сборник Бреттон-Вуд следующие 70 лет под эгидой МВФ, из чего я делаю вывод, что это как-то согласовано, да, вот с этой командой. Может быть, они там что-нибудь интересное скажут, но опять-таки это не капитаны бизнеса, это всего-навсего ученые. Вот. И по этой причине говорить о том, что я могу каким-то образом критиковать Путина, ну, это смешно, да, нужно как бы четко понимать. Я вообще сильно подозреваю, что единственный человек на сегодня, который это может делать, это Си. Все остальные не могут. А даже Трамп не может, поскольку Трамп продемонстрировал свою, как бы, слабость. К слову сказать, я обращаю ваше внимание, позиции Путина в 2000 году были куда слабее, чем позиции Трампа в 16-м. Вопрос времени. А, я прошу прощения, Трамп не смог через 4 года ничего сделать, а Путин сколько уже лет? Даже более того, он смог уйти, а потом вернуться. Это вообще феерическая комбинация. Ну, если помните премьер-министр Сингапура Линду Кван, которого нам регулярно напоминают, который там расстрелял двух друзей, он же от того, как стал премьер-министром и до начала чистки прошло 11 лет. Сингапур чуть меньше России. Чуть меньше России. Да-да-да. Но давайте мы не будем сейчас. Еще раз повторю. Я могу говорить только о целесообразности. А о сроках я говорить не могу. У меня информации не хватает. Тогда последний вопрос в развитии темы. Может быть, международные спекулянты-банкиры и олигархи делают из Путина нового Гитлера с целью натравить его на Китай? Схема-то работает. Америка заработает и на России, и на Китае. Не исключено. Во-первых, у Путина очень давние отношения с Сингапурой. И я думаю, что и тот, и другой, в общем, более-менее понимают, что под ними лежит. То есть, то, что я сегодня описывал, это только часть, а есть и другие вещи. Это первое. При этом и Си давит на Путина. Например, Китай был готов инвестировать в российский реальный сектор, но после визита Медведева было жестко сказано, до тех пор, пока вот эти люди находятся, контролируют финансы и экономику России, не юани, мы не дадим именно инвестиций. Это первое. Второе. Собственно, Девятов об этом много рассказывал. В данном случае я ссылаюсь как раз на Девятов. Дальше. Для того, чтобы проделать такую комбинацию, надо иметь очень мощные рычаги. Если бы такие рычаги были, Путину бы не дали сделать многое из того, что он уже сделал, и что самое главное, но его бы не приглашали бы на Довозский форум. Вот это, вот как бы, ну, вспомните, да, как себя вел тот же Запад с Горбачевым в последние годы. Или с Ельцином. Когда ему просто указывали, ты должен сделать то-то и то-то. Тень, знай свое место. Да, да, да. Ну вот, поэтому я думаю, что это скорее такая вот фиктивная угроза. Ну, я благодарю вас. Да. Спасибо. Значит, я хотел сказать, что, несмотря ни на что, поскольку стилистика выступления Путина на Довосе все-таки совпадает со стилистикой воспоминаний о будущем, то я думаю, что нас ждут все-таки сильные изменения в кадровом наполнении российской власти. В связи с этим мы, Фонд экономических исследований Михаила Хазина, с 3 марта начинаем третий поток карьерного консалтинга. На этой неделе мы зададим рекламу, а пока желающие, которым это интересно, могут звонить в фонд Христине Сорокиной и, соответственно, с ней разговаривать. Предупреждаю сразу, занятия будут очными, по этой причине количество участников будет сильно ограничено. Если мы за неделю, за полторы заполним весь лимит, то дальше, несмотря на то, что еще там будет много времени до конца, больше мы никого не возьмем. Спасибо, до свидания. Всего доброго, будьте бдительны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...